Алиев Бибала вот уже 20 лет занимается сельским хозяйством. Признается, что в его случае урожай зависит только от погодных условий. В этом году с погодой не повезло. Из-за того, что в Дербенском районе долгое время не было дождя, земля в полях пересохла и полопалась. А от сильной жары некоторые посевы просто выгорели. От погоды зависит все. В этом году тоже засуха была. В прошлом году тоже засуха была. В прошлом году тоже засуха. Самурской воды не было. Сейчас 15 или 16 мая они отпустили. Без полива уже трудно. Как видите, в Черноземе, а там песчанка. И наверху солончаки. Где песчанка, когда дожди нет, она твердо становится, как это асфальт. Помимо климатических условий, сельскохозяйственные предприятия сталкиваются и с другими сложностями. Например, из-за некоторых законодательных нюансов невозможно получить субсидии на приобретение техники. Обязательное условие для этого – ГУП должен состоять в реестре малого и среднего предпринимательства. Однако государство помогает предприятию только с покупкой семян. Я не могу как ГУП, комбайн, ни Рослизинге, ни Даглизинге вообще купить не могу. ГУПу не дано. Нет возможности у ГУПа покупать технику по лизингу. Нонсенс какой-то. Потому что у меня должно быть залоговое обеспечение, чтобы получить, значит, купить технику в лизинге. Или получить кредит. А у меня нет залогового обеспечения. Я не являюсь собственником. Для того, чтобы выращивать зерно, фермерам необходимо соблюдать и технический регламент. По словам специалистов Росельхознадзора, самые частые нарушения – это отсутствие декларации, подтверждающей безопасность зерна и его правильного хранения. Управление напоминает, что при производстве зерна, реализации зерна и хранении, хозяйство и другие юридические лица, которые занимаются в сфере оборота зерна, они должны понимать, что должны соблюдать требования технического регламента о безопасности зерна 015-2011. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Дзербенский, Кайкенский районы.